Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас в гостях российский аллерголог-иммунолог, детский врач, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Ася Кудрявцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие слушатели. Я очень рада присутствовать в вашей студии. Действительно, после того, как мы первый раз переговорили, это было уникально, появиться здесь. Круглый стол у нас был по аллергиям. На эту тему мы как раз с вами тогда встречались. По телефону, правда, у нас был разговор. Я до конца не понимала вообще, что происходит, потому что по телефону я впервые услышала о вашем радио и после этого стала интересоваться, чем вы занимаетесь, какие программы и, можно сказать, с вами познакомилась через Фейсбук. Ну, мы сегодня поговорим об аллергиях снова, как и в тот же раз, когда мы с вами встречались в рамках круглого стола, потому что, ну, аллергия – это такая история очень древняя, можно сказать, но далеко не все понимают, что под этим подразумевать, потому что, мне кажется, очень часто родители, например, когда говорят о своих детях под аллергиями, подразумевают всё, что, не знаю, высыпание на коже и так далее, и тому подобное. Вот насколько много мифов вокруг аллергии? Колоссальное количество мифов. Действительно, в последнее время такая обнаруживается тенденция абсолютно все симптомы назвать аллергией. Даже можно сказать так, не симптомы, а просто жизнь. То есть наша жизнь – это аллергия? Да, наша жизнь – это аллергия. Мама – это аллергия, все предметы вокруг – аллергены, еда аллергенная. Ну, то есть это какое-то очень модное сейчас слово, и мы, мне кажется, заигрались в это слово. Нельзя абсолютно часто и всё время и везде его использовать, потому что это слово за собой имеет такую очень, на самом деле, отрицательную энергию и много отрицательных эмоций. Ну, у меня на вас аллергия. Да, абсолютно. Вот эта фраза, которая стала налицательной. Ну, это не положительная какая-то история, да, это такая отрицательная вещь. Иди отсюда. Я не хочу с тобой общаться. Да, но если говорить всё-таки о заболевании, то есть что мы подразумеваем под аллергией? Потому что это иммунный ответ на раздражительный, неадекватный иммунный ответ. Абсолютно неадекватный иммунный ответ. И в основном, когда мы пытаемся расшифровать аллергическую реакцию, мы говорим об ИГЕ-зависимой реакции. Я думаю, что абсолютно все, кто нас сейчас слышит, они знают, что такое ИГЕ-зависимая реакция, что такое острая аллергия. И каждый раз, когда мы с пациентами работаем, я пытаюсь разграничить эти два состояния. Острая аллергия, она действительно может быть опасная. И другой вариант аллергии, который называют псевдоаллергической реакцией, непереносимость, аллергия замедленного типа, она абсолютно безопасна. Она дозозависимая. Можно, например, что-то есть, и с тобой ничего плохого не случится. Но если у человека, например, начинают слезиться глаза, или он начинает чихать, или какие-то другие... Это острая реакция. Это острая реакция, ИГЕ-зависимая реакция. Там, когда возникает вопрос про кошек-собак, и ко мне приходят родители и говорят о том, что у ребёнка какие-то изменения на коже, и врачи говорят, что это аллергия на кота, который присутствует рядом с ребёнком. Ребёнку всего 6 месяцев. И мы начинаем обсуждать, а что же происходит с ребёнком, если он непосредственно контактирует с кошкой-собакой, вообще живёт в этом пространстве. И мама говорит, да нет, вроде ничего. Он общается с кошкой, кошка там ходит вокруг него. А аллергия на животных, она такая, если я пришёл в дом, где есть кошка, я оттуда уйду через полчаса точно. То есть это если кошка чужая? Даже не видя его. Или это не зависит? Её, да? Нет, ну почему? Ну, например, аллергия на кошку, которая присутствует в доме, и там человек говорит, либо я, либо кошка. То есть нет такого, что я живу с кошкой, и похоже у меня аллергия на кошку. Чаще всего это вот точно аллергия, потому что ты входишь в пространство, и через полчаса ты должен оттуда выйти. То есть человеку становится плохо? Становится реально плохо настолько, что он, правда, говорит, давайте выбирайте. Либо я остаюсь, либо кошка. Либо я, либо собака. Ну вот если, допустим, в семье, где есть кошка или собака, рождается ребёнок, то есть он сразу может, то есть вот эти кошка и собака могут спровоцировать у него аллергию? Нет, она должна сформироваться. Вообще в последнее время очень много говорят о том, что кошка и собака, если она присутствует в момент появления ребёнка в доме, она будет защищать от аллергии. То есть получается, что они спровоцируют как-то иммунитет работать по-другому? Да, кошка и собака запустят хорошую работу врождённого иммунитета. То есть они могут сформировать границы у ребёнка. Все границы, которые открыты. Кожие и лёгкие. Чем, на ваш взгляд, всё-таки можно объяснить, то, что у одних детей аллергия появляется, у одних людей аллергия появляется, у других нет, хотя они могут находиться в равных, ну, примерно равных условиях. Да, правильно, понятно. Ну, во-первых, можно рассматривать ситуацию, они живут в городе или в селе. Это имеет значение? Абсолютно. Если ребёнок живёт в сельской местности, и вокруг него не только кошка и собака, мама тактильно связана с коровой, она постоянно возится в огороде, она приходит, она такая вся… Это гигиеническая теория включается, да? Она такая вся заражённая. Не стерильная, скажем. Она не стерильная. Она носитель огромного количества бактерий, хороших бактерий, потому что и, например, коза, и корова, они все здоровы. И собака здоровы, и кошка здоровы. Всё нормально. И они носят на себе бактерии, которые защищают их от всего, что вокруг них происходит. Соответственно, эти бактерии могут защищать нас тоже. Поэтому если мы говорим о сельской местности и такой, ну, условно, не стерильной мамой, но она носит хорошие бактерии, то ребёнок маловероятно будет иметь аллергию. А если мы говорим о ребёнке, который живёт в городской черте, и вокруг него такое условно стерильное пространство, он непрерывно убирается нон-стоп. То есть там 10 раз моют полы и так далее. Полы, да ещё используют какую-нибудь бытовую химию с антибиотиками, не дай бог. Между прочим, в Америке запретили добавлять антибиотики в бытовую химию. Для того, чтобы уничтожать бактерии. Да, нельзя уничтожать бактерии. Они сказали, что категорически нельзя, и плюс ещё эти вещества могут дополнять вот эту сенсибилизацию, аллергализацию организма. Поэтому не надо стерилизовать так уж пространство. И плюс мама вся стерильная. Мама непрерывно руки моет. Она ребёнка моет. Ему тоже непрерывно руки моет. Ну, после улицы понятно, но внутри дома. То есть получается, что принцип мою руки перед едой, тут тоже нельзя доходить до фанатизма. До фанатизма категорически. Использовать спирт, содержащие вещества, наносить их непрерывно на руки. Но если мы в пространстве вне дома, тогда, конечно, надо, потому что, не знаю, как в Риге, в Латвии, но в Москве огромное количество людей. И эти люди, конечно, с нами контактируют. Мы не знаем о состоянии здоровья этих людей. Поэтому, конечно, обязательно мыть руки перед едой. Если ты находишься вне дома, но внутри дома, маловероятно, что прямо с утра до ночи этим заниматься. То есть получается, что, создавая стерильную среду, мы таким образом отключаем наш иммунитет. Правильно я понимаю? Да, рождённый иммунитет отключаем. То есть иммунитет просто бездействует, он находится в состоянии покоя. Он не защищает наши барьеры, открытые участки тела. То есть если мы потом выходим в некую враждебную среду, например, на улицу, то, соответственно, мы более уязвимы. Да, абсолютно. А почему, на Ваш взгляд, эта история получила такое распространение? Потому что в Финляндии, насколько я знаю, с этой проблемой столкнулись. Слишком стерильная среда и слишком много аллергенных детей. То есть это уже всё-таки психологически, на Ваш взгляд, меняется это отношение к чистоте сейчас? Страна, которая считает развитой. Чего-то, мне кажется, не так серьёзный, не так сильный, не так массово. Всё равно мы такие перфекционисты, особенно мамы. Особенно женщины, высоко развитые, странные. Очень много тревог, потому что мне кажется, что иногда доведение до абсурда – это тревожность. Если мы нормальные, адекватные, спокойные, мы не будем в каждом предмете видеть агрессора. И в каждом, не знаю, грязном пространстве видеть тоже агрессивную среду. Поэтому здесь очень много всего накладывается. Это высокий уровень образования, это достаток. Часто мы видим, что если люди живут в достатке, то они лучше стерилизуют, и у них среда такая непохожая на тех, кто живёт и не получает достаточно много денег. Образование, развитая страна, да. Знак равенства, гигиена. То есть чистота не всегда залог здоровья. Не всегда. Оказывается. У нас есть звонок, надевайте наушники, выслушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр, меня зовут. Да, Александр. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какой водой лучше мыть лицо и руки ежедневно, холодной, тёплой или горячей, это раз. Насколько качественно проверяется у нас сейчас вода, которую мы потребляем, скажем, в городе Риги, это два. И третий вопрос. Каким мылом лучше всего мыть руки и лицо? Спасибо. Спасибо вам. Ну, это вопрос не только ко мне. Потому что я не знаю, что творится в Риге. Да, за Москву можете. За Москву, да. Могу сказать, за Москву вообще холодной водой лучше мыть руки, потому что горячая вода высушивает. Сухие руки и знак равенство опасность, потому что на сухом пространстве плохо живут вот эти самые симбиотические бактерии. Поэтому это первое. Но, во всяком случае, не очень горячая вода, а прохладная, но и не ледяная, потому что это неприятно, особенно для детей. Конечно, не надо их загонять в ледяное пространство. Закаляйся там и так далее. Закалять таким образом. Каким мылом? Глицерин, содержащий мыло, замечательное. Особенно сейчас зимнее время, если есть такая возможность. В Москве есть такое мыло, которое содержит еще глицерин. Но точно без антибиотиков. То есть вот эта реклама, что это мыло будет максимально обеззараживать, потому что оно содержит антибактериальные средства, вот это категорически нет, потому что достаточно простым мылом помыть руки, все будет хорошо. Но вот этот страх перед бактериями и антибактериальные средства, антибактериальное мыло, использование антибиотиков повсеместно. Насколько я знаю, в России очень многие мои знакомые просто без рецепта лечатся антибиотиками. В Латвии с этим чуть получше, как мне кажется, обстоят дела, потому что все-таки врачи не всегда охотно выписывают антибиотики, по крайней мере, на первых стадиях простуды. Но вот, тем не менее, вот это все тоже создает такую опасную для нас среду, получается, использование антибактериальных средств повсеместно. Да, использование неконтролируемое, использование антибиотиков. У здорового человека никаких проблем не будет. Если человек абсолютно здоров… Таких, говорят, не бывает. Таких не бывает, да. Говорят, после 2003 года все дети, которые рожденные в этот промежуток времени, они, к сожалению, будут, может быть, больны. Ну вот, поэтому я думаю, что вообще любым мылом, если честно, детским мылом, без антибиотиков и все. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира, звоните нам, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 2306191. Также можно писать в Facebook и на моей страничке Вадим Родионов. Лотницей Родионов. Черезя мы говорим сегодня об аллергиях, в том числе об аллергиях у детей, ну вот психосоматический аспект, насколько он важен, то есть насколько это влияет на развитие аллергических реакций у детей и у взрослых. Серьезно влияет. Кстати, вот мы с вами обсуждали до эфира появление моей книги. Да, можно, кстати, о ней искаживаться. Да, вот книга у меня в руках, ее можно купить онлайн, она вообще очень дешево стоит, и почитать, она такая поддерживающая книга, это по поводу психосоматики тоже. Потому что в последнее время мы очень тревожные стали, и нам страшно, мы всего боимся, а на самом деле мы обладаем совершенно уникальной, великолепной, сильной системой, иммунной системой, врожденным, приобретенным иммунитетом. И вот эта книга, она такая маленькая, настольная, ее можно прочесть буквально за короткий промежуток времени и понять, что все будет хорошо. Как книга называется? Иммунитет и наше здоровье. То есть ее можно заказать в интернете? Ее можно заказать, да, вот написать там Асе Кудрявцевой иммунитет и наше здоровье, и купить эту книгу, по-моему, 50 рублей она стоит на русские деньги. И ее мы написали вместе с научным журналистом, с Еленой Ковалевской. Мне кажется, будет интересно, потому что она обо всех аспектах иммунитета, это популярная книга. И она как раз такая совершенно не пугающая. Вот к вопросу, если вы пришли ко врачу, и он вас испугал, то это не очень здорово. То есть врач должен поддерживать, он должен говорить о том, что если вдруг даже вы больны, то мы обладаем таким количеством знаний и возможностей, что мы всегда можем поддержать. И словом, слово, кстати, в последнее время что-то уходит от врача, 15-минутный прием. Хотя психотерапевтический эффект ведь тоже никто не отменял. Очень важно, да, слово лечит. Мы так говорили. Ну, по крайней мере, можно найти какие-то слова для того, чтобы человека успокоить, потому что действительно приходится слышать историю от людей, которые, например, сталкиваются с какими-то серьезными заболеваниями, например, онкологическими, им сухо говорят о том, что у вас рак. И все. И дальше уже там протоколы лечения и так далее и тому подобное. И нерядко мы забываем о том, что психологическая помощь помогает выздоравливать. Кстати, я так поняла, что Рига тоже идет по пути западной медицины, да. У нас было такое восточное и западное в одном ключе. Мы очень много разговаривали в советское время. Вообще, помните, бабушки пришли поговорить. Да, такой клуб по интересам. Да, клуб по интересам. По интересам врач поддержал и не надо лечиться. Вот, это действительно так. Так, приемы были там по полчаса, теперь 15 минут, 7 минут. Всех очень жестко держат в этих рамках, в этих границах. Конечно, ни о какой восточной медицине невозможно думать. И говорить тоже уже некогда. Поэтому болен, назначены лекарства, и ты свободен. А восточные, между прочим, они рассчитывают на то, что человек болен крайне редко. Он имеет очень часто пограничные расстройства, поэтому можно поддержать человека, и он выздоровеет сам. Ну вот, вы ведь разговариваете с детьми. Очень много разговариваете с детьми, которые приходят к вам с родителями. И даже я читал во многих ваших интервью, вы как раз подчеркиваете, что вы и так сажаете детей, чтобы они были рядом, чтобы не мама доминировала в этой истории и пыталась как-то навязать какую-то точку зрения. Вот эти разговоры, они часто помогают ведь установить причину того, что происходит. И дети, как я читал в вашем интервью, часто манипулируют своими родителями. Они манипулируют, когда родители их не очень любят и ощущают чувство вины по отношению к ребенку. И тогда ребенок иногда думает, ну ладно, хорошо, ты так любить меня не будешь, как мне бы хотелось. Но ты испытываешь чувство вины, я буду манипулировать этим чувством вины. И вот этот разговор с детьми, он тоже вот из разряда психосоматики. Потому что, разговаривая с детьми, я нередко позволяю мамам услышать ребенка. То есть это уже психология? Это уже психология. То есть ребенок может мне в разговоре сказать то, что он не может донести до матери. И тогда нередко мама слышит. Ну, манипулируя своими родителями, ведь ребенок в том числе, он имитирует симптомы или он по-настоящему чувствует, когда приходит к вам с аллергиями? Он не жалуется. Или с диатезом, как раньше его называли. Удивительным образом, если ребенок пришел с топическим драматитом, а я разговариваю со всеми детьми, он не будет жаловаться, что его тревожит. В последнее время я стала использовать одну книгу на приеме, и во время проведения школы я тоже эту книгу показываю всем. Она лежит у меня на столе, и когда мама приходит, я даю ей почитать. Это Дебби Глиори, «Что бы ни случилось». Вот я считаю, что это тест материнский, и это для нас, для мам. Потому что вот если что-то откликается после прочтения этой книги, она за три минуты читается, то значит, не зря эта книга была написана. И вот эта история, взаимодействия мамы с ребенком, история услышанности ребенка играет большую роль в возникновении симптомов заболевания. И в прогрессировании, и в интенсивности этих симптомов. То есть иногда получается, что нет необходимости применять медикаменты, какие-то препараты для того, чтобы вылечить? Нет, это всегда, если они пришли, если они пришли и ошиблись, они на самом деле здоровы, то, конечно, они уйдут, и я скажу, что вы абсолютно здоровы, вы свободны, ничего не надо делать. Если они не ошиблись, и они больны, то, конечно, мы как бы имеем две составляющих успеха. Первое – это лечение, а второе – удержание этого лечения. Потому что при атопическом драматите, том же, и все мамы, и все врачи знают, что очень сложно удержать успех. То есть вылечили, а все опять. Может, рецидив. Да. И вот надо разобраться в этом рецидиве. Что случилось? Почему ребенок? Зачем он держится за этот симптом? Знаете, вот эти вот, на самом деле, поговорки, их очень много в русском языке. Я думаю, что в латышском тоже. Там, я из кожи лезу вон, чтобы тебе что-либо объяснить. То есть я кожей и симптомом, зудом показываю, насколько мне неуютно в контакте с тобой. Вот иногда об этом просто нужно задуматься, потому что разные состояния, конечно. Контактные драматиты, там ни о каком… Речь не идет о том, что с мамой что-то не так. А если атопический драматит тяжелопрогрессирующий, то надо думать об этом обязательно. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, буквально несколько минут. Потом вернемся и продолжим. Аллерголог, иммунолог, аллерголог, профессор Сеченского университета кафедры детских болезней. Это российский, московский университет. У нас сегодня в гостях Ася Кудрявцева. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу. Встретились, поговорили. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И в гостях у нас сегодня профессор кафедры детских болезней университета Сеченова в Москве, аллерголог, иммунолог Ася Кудрявцева. Здравствуйте. Еще раз. Те, кто к нам присоединился, добрый день. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, пишите, пишите в WhatsApp 230-6191, пишите в Фейсбуке, на моей страничке Вадим Родионов, латинцы Родионов Черезя. Можно также оставлять свои комментарии. Мы их будем зачитывать в эфире. Говорим мы сегодня об аллергиях, в том числе об аллергиях у детей и у взрослых. Ну вот как раз мы в прошлой части, в завершении, как раз коснулись темы психосоматики и влияния на аллергические реакции. Вот примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей. Да, Сергей. Хотел узнать. Ставили все время врачи, удавали диагноз аллергия, а тесты на руке, вот это делаю, там надрезные капельки. Они не дают никакой реакции, то есть я видел у человека реакцию, там большие такие пятна получаются, как будто укус осы, да, либо пчелы. А у меня ничего. Ну, значит, нет аллергии или не угадали. Да, вот тестов... Тесты – это очень важная вещь. Но, правда, надо понимать, что сначала клиника, потом тесты, не наоборот. То есть как это? Сначала должен быть симптом? То есть вот я каждый раз рассказываю студентам и родителям, говорю, ну вот сейчас открывается дверь, входит лаборант. Говорит, давайте я всем вам сделаю тест бесплатно. У меня есть такая возможность. Мы его отправим отсюда, скажем, не-не-не, потому что тесты никогда не делают без клиники, и все тесты делают штучно и конкретно. Не 90 аллергенов, не 45 аллергенов, а 2, 3, 10. Соответственно, если врач был прав, и он связал то, что говорил больной, симптом его с каким-то аллергеном, и кожная чувствительность нулевая, ее нет, и пациент не пил антикистаминные препараты, которые подавляют реакцию, то, значит, аллергии нет, и, наверное, ошиблись. Но, опять же, наверное, возможно, потому что мы не знаем с вами ситуацию. Ну, мы знаем, почему у человека, то есть мы можем это выяснить, точно почему у человека аллергия именно на этот раздражитель? Почему аллергия? Ну, если кошка в доме, наверное, мы можем предположить, что кошка повлияла... Почему организм именно так реагирует? Почему нет, мы до конца не разберемся. Мы будем предполагать... На самом деле, все эти предположения, почему, если аллергия случилась, уже неважно почему. Мы будем думать о том, что сделать для того, чтобы у следующих не было аллергии, в популяции не было аллергии. Ну, знаю, причина, нам ведь легче как-то с ней бороться или нет? Ну, на сегодняшний день никто ничего не понял. То есть аллергия до конца не изучена? Вообще. Нет, она изучена миллион вообще знаний по поводу аллергии, но профилактировать до сегодняшнего дня никто не может. Ещё звонок у нас так только что был, сорвался. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вот снова звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, зовут Владимир. Да, Владимир. Вырос я как бы в деревне, да? И вот я, когда переехал жить в Ригу, я с ужасом узнал, что, оказывается, укус клеща это опасно, потому что меня в день кусали несколько раз, на протяжении нескольких лет, я никогда не задумывался, что это может приносить какую-то опасность. Это клещ лесной. А во-вторых, у меня никогда лесной, да, и никаких знакомых не было с аллергии. Я только приехав в город, узнал, что такое энцефалитный клещ и что такое аллергия. Я правильно понимаю, это связано именно с экологией вокруг нас. То есть проблема города, ну, например, грязного, она и вызывает все эти аллергии, и все эти проблемы укуса клещей и прочие вещи. У деревенских же нет такой, ну, вещи на самом деле. Да, ну тут... Да-да-да, вы сразу прямо в одном вопросе объединили очень-очень много составляющих возникновения аллергической реакции. Опять же, это разговор о барьерах, и если экология безобразная, то барьеры просто плохо работают. Плютанты считаются, например, если говорить про Москву, очень много используют реагентов. Весенняя аллергия. Реагенты с дороги еще не смывают, они летают в воздухе, они жирные, и контактируя с пыльцой березы, они осаждаются на слизистые, вызывают более интенсивные реакции, и хуже лечатся. Ну, как вариант. Вообще, экологическая составляющая с аллергией, она тоже очень непросто расшифровывается. Ну, действительно, в городе мы грязнее живем с точки зрения экологии, чем в сельской местности, но все равно разговор в большей степени о бактериальном окружении. Вот реально. То есть, те, кто родился, прямо родился в деревне, у них проблем будет меньше, намного меньше. Даже если они переедут в город? Если они переедут в город, у них могут появляться факторы, которые могут уже во взрослом возрасте спровоцировать аллергическую реакцию, и тут тоже психологию будет играть, потому что мотивация появляется. Мне надо, мне надо выжить, мне надо заработать, мне надо выдержать. Это уже стрессовая составляющая. Это уже стрессовая составляющая, да. Это уже неврологические какие-то вещи, и все вместе будет, совокупности. А вы произносите фразу «клещ». Я сразу напряглась, потому что мы имеем в виду не энцефалитных клещей, мы их вообще не рассматриваем как аллергены, а мы имеем в виду все время домашних клещей, которые живут в пыли, которые не видны. Это тоже такая история отдельная про клещи в домашней пыли, потому что мы все с вами обязательно должны понимать, что все аллергены – это обычные белки. И клещ, домашний клещ, это обычный домашний клещ, который живет вокруг нас всю нашу жизнь, всю жизнь наших предков. То есть это нормальный обитатель. Но тем не менее, ведь аллергия на пыли и на клещей, которые живут в пыли, она тоже достаточно распространенная. Да, городской. Городской фактор. Опять городской фактор. В сельской местности маловероятно, что люди будут с домашней бытовой сенсибилизацией, а в городе – запросто. Ну, что касается очень острых проявлений аллергии, когда это приводит к шоку, и человек умирает. У меня есть знакомые, у которых, ну, у одной девушки умер как раз муж, вот с сильной реакцией на пыльцу. Вот это с чем связано? Почему люди… Ну, почему аллергия доходит до такой стадии, когда люди уже просто задыхают? Я думаю, что не совсем верная связь пыльцы с анафилоксией, потому что пыльцевые аллергены анафилоксию не вызывают. Это в основном… Может быть, было что-то другое, я не берусь. Да, 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 я думаю, что-то немножко другое, но просто мы должны это озвучить, а то все решат, что березовая аллергия… То есть пыльца не способна с провоцией? Нет, пыльца не способствует анафилоксии, анафилоксия чаще всего связана с пищевой аллергией, и действительно количество людей, страдающих пищевой аллергией растет. Опять разговор о барьерах, уже кишечном. Это всегда ЭГЕ-зависимая реакция, всегда. То есть это не синдром китайского ресторана. Простите, люди этой нации, но так назвали, им не очень нравится, потому что… Ну что это такое? Скажите, что это глютамат-зависимая аллергия. Это не аллергия, а псевдоаллергическая реакция. Пищевая аллергия в основном рассматривают арахис, конечно. Мощный аллерген. Мощный аллерген, да. Причем совсем следы арахиса, треть ядра арахиса может вызвать такую агрессивную реакцию. Но опять же мы должны с вами понимать, что людей, имеющие анафилоксию, мало. То есть не каждый второй, даже не каждый третий. То есть это исключительные случаи? Это крайне редкие случаи. Летальность после анафилоксии – крайне редкая ситуация. Мы ее боимся, но она крайне редкая ситуация. Просто единица 0,001% популяции, там, не знаю, 0,1% среди тех, кто пережил анафилоксию, потому что анафилоксия – это не анафилоксический шок. Давайте определимся с терминами, что это такое. Да, анафилоксия – это тяжелая аллергическая реакция, которая захватывает сразу несколько эффекторных зон. Например, человек съел арахис, и у него возникла крапивница и диарея. Или там крапивница и приступ удушья. Две зоны, три зоны – значит, это анафилоксическая реакция. Но то, что может привести к летальному исходу, это уже связано с… Это проблемы с сердцем возникают. То есть люди погибают. Ну, от удушья все-таки мы умеем с удушьем справляться. Особенно человек, который знает, что у него может быть такой симптом, он всегда имеет при себе возможность восстановить дыхание. А вот падение давления, внезапное падение давления – это катастрофа. Поэтому все, кто страдает анафилоксией, обязательно носят с собой такой препарат, который они могут сделать сами. Он содержит в себе адреналин для того, чтобы поднять давление. То есть человек в этот момент успевает что-то осознать? Успевает. Это достаточно такой продолжительный процесс, когда он развивается. Это быстрый процесс, но человек, который обучен, человек, который имеет анафилоксию, его обязательно обучают, обучают этому. Он знает, что нужно делать, и он сам делает себе инъекцию. Это специальные такие устройства, которые позволяют тебе сквозь одежду сделать эту инъекцию адреналина. Повторную инъекцию адреналина. Но, слава богу, вот такие реакции случаются крайне редко. То есть он делает инъекцию адреналина и потом вызывает скорую помощь? Ну, кто-то вызывает скорую помощь, пока он себе оказывает помощь сам. Почему арахис является лидером в этом смысле? Изучены ли его свойства? Действительно, мы слышим о том, что арахис, арахис и масло – это такое бактериологическое, химическое оружие практически. Пищевое оружие. Да, пищевое. Пищевое оружие изучено настолько, что сейчас можно делать такую компонентную диагностику. То есть можно представить себе белок как клубок шерсти. Его так вот раскрыли. Ну, неплотный клубок шерсти. Его так раскрыли, разрезали по кусочкам. И сказали, что вот этот белок целый, он содержит фрагменты. И сейчас можно по вот этой компонентной диагностике сделать диагностику конкретного места, фрагмента этого белка и сказать, что у тебя есть риск анфилоксии. Но 100% никто сказать не сможет. И просто так делать эти анализы не нужно. Ни в коем случае. То есть это если только есть соответствующая предрасположенность и реакция. Если есть реакция. Если реакции нет, то никто ничего не скажет. Вот если есть реакция, расшифровать эту реакцию, связанную с арахисом, это мгновенная реакция в течение 20 минут, часа. Да, ни на завтра, ни на послезавтра, ни через 3 дня. Только в случае, если клиника есть уже, если симптом есть, тогда расшифровывают. И можно диагностировать риск возникновения анфилоксии сегодня. Действительно, агрессивный такой белок, который может вызывать анафилактические реакции очень часто. В основном проблема американская. Что касается астмы, то есть это тоже ведь связано с аллергическими реакциями? Астма тоже разная бывает. Если дети, это чаще всего аллергия. Если это взрослый человек, смешанный, не аллергический. И там эмоции тоже уже начинают включаться. Астма называют таким бичом 21 века. На самом деле, знаете, мы чуть-чуть затрагиваем эмоциональные реакции. Это психоаналитики, психологи говорят, это проблема человека, который не может высказаться. Что такое астма? В себя взял воздух? Я весь полон воздуха и не могу его выдохнуть. Это клапанная такая история. И говорят о том, что такие люди очень часто не экстраверты, а интроверты. Сопереживающие, сочувствующие. То есть он всё на себя взял, а никому ничего не рассказал. То есть это эмоциональная история в том числе? Эмоциональная в том числе. Кстати, между прочим, до момента, когда у нас появились ингаляторы дозированные, когда я просто из кармана вытащила, проингалировался и пошёл дальше, и здоров. Был такой бутейка и метод бутейка. Вот он всех успокаивал. У него такая методика была. Научить человека успокоиться и самому снять приступ. Потому что это же всё равно какая-то не очень длительная история возникновения приступа. Вот сейчас об этом вообще никто не разговаривает. Вот проингалировал. Ну, ВОЗ ведь, если я не ошибаюсь, сейчас как раз хочет изменить методику лечения астмы, в частности, методику лечения острых приступов. Там как раз с ингаляторами что-то связано. Ну, там метод доставки, сами препараты меняются, длительно действующие препараты. Но, с моей точки зрения, немножко в другую сторону мир идёт. Скорее не включение нас как личности, индивидуумы, а появление препаратов, которые, можно так сказать, расстреливают клетки, которые включены в процесс возникновения аллергии. Ну, или вот какой-то иммунозависимой реакции. Таргетная терапия, биологическая терапия. То есть, сейчас в основном движение в эту сторону. Ну, то есть, сделать вам инъекцию на месяц. И неважно, кто вы, что вы, почему у вас это всё возникло. Но это всё равно устранение симптомов. Симптомов, только симптомов. Не причины. Нет. Причина устраняет только иммунотерапия. Всё. Никаких других вариантов нет. Не существует. Иммунотерапия. Что под этим подразумевается? Иммунотерапия – это введение небольшого количества аллергена в течение определённого промежутка времени, либо под язык, либо в инъекциях, либо оральная иммунотерапия, это когда внутрь. Но она такая опасная, она всё-таки экспериментальная. Не все. Вот в России не используют этот вариант. Это приучить, это вакцинация. Приучить организм не реагировать на значимый для него белок. Но это что-то по принципу антител, которые при вирусах вырабатываются, когда вводится в вакцина, ослабленный вирус. Да, это другой вариант антител. Да, у нас реакция аллергическая, связанная с ИГИА-антителами, мы их смотрим в крови. А в вакцинации, там образуется другой класс антител, который блокирует аллерген раньше, чем придёт ИГИА-зависимая реакция. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Каратенький вопрос. Да, оставайтесь. Может ли у взрослого человека быть приобретённая аллергия? То есть, грубо говоря, там за 25, там за 22 года, вот вчера ни на пыльцу, ни на кошку ничего не было, а вот завтра всё вдруг началось при одних и тех же условиях. Спасибо. Да, спасибо. Да, конечно, может, естественно. Взрослый человек, во-первых, там может сыграть экспозиция аллергена. Экспозиция – это количество. Ну, например, если говорим про кошку или собаку, вы решили, у вас была одна собака, вы решили выбрать другую собаку, вы приходите в питомник, где миллион этих собак. Огромное количество в замкнутом пространстве. Вы там можете побыть полчаса-час, если потенциально вы можете развивать аллергию, она может случиться. То есть именно причиной того, что там слишком много этих пространствий. Слишком много, да. Огромное количество аллергенов, просто организм не выдерживает этого количества. Или вариант, если говорить не о животных, а, кстати, между прочим, нелюбовь к животным может спровоцировать аллергию. Там, например, жена не хочет собаку, муж хочет собаку, и она в доказательство того, что не надо было заводить собаку, может развернуть на неё аллергию, именно потому, что она не принимает её, она не хочет. То есть это уже психологически, она может себя убедить в том, что… Не убедить, возникает реальная аллергия, если у неё генетически такое возможно, да, ну вот может быть она там болела чем-то в детстве, там пищевая аллергия какая-то была, она переросла, это состояние, атопический драматит. Вот это не любовь, не желание, и попытка донести до другого человека информацию, что не надо, а его не слышит, он может развить аллергию. Ну, это как экземы возникают иногда? Нет, это как респираторные. На нервной почве, как говорят. Это другое. Экземы, крапивница, крапивница вообще, между прочим, сейчас не аллергическое заболевание, а эмоциональное, стрессовое. Ещё много звонков у нас, две линии работают. Здравствуйте, как тебя зовут? Добрый день, Олег. Да. Скажите, пожалуйста, вот по жизни был такой случай, да, врач ребёнку посоветовал, ещё когда он был грудничком, давать маленькую крошечку куриного желтка. И сказал, что это, так сказать, ну, что аллергии на пищевые всякие продукты не будет после этого. И, в принципе, ребёнок абсолютно никаких аллергических симптомов у него никогда не было. Да, спасибо. Ну, то есть, а, ну, сейчас очень интересно вопрос задали. Ну, во-первых, желток, конечно, не спасает от аллергии, это однозначно. У ребёнка, у которого есть аллергия на яйцо, он очень часто, очень часто не реагирует на желток. Это первое. Второе, действительно, факт защиты от аллергии введением более ранней еды, такой факт существует, но не для всех детей. То есть не надо всем детям теперь с четырёх месяцев давать кашу. Вот категорически. То есть всё-таки должен быть индивидуальный подход? Да, абсолютно индивидуальный подход. Это группа риска, это ребёнок, который уже появил какие-то, показал какие-то кожные реакции. Если мама, папа страдают аллергией и думают о том, что он потенциально может тоже иметь такую опасность, ему максимально рано вводят прикорм с пяти месяцев. Американцы сказали, что давайте всем детям с четырёх месяцев будем давать арахис. У них прямо это пунктик. Арахис, аллергия на арахис, анафилоксия на арахис, очень часто. И тогда у него не будет аллергия на арахис. Вот они ввелись сейчас в рекомендации давать детям арахис рано, для того, чтобы у них в дальнейшем этой аллергии не случилось. И доказали, что такая профилактика возможна. То есть группа риска раннее введение прикорма спасает. Но не желток конкретно, просто раннее введение прикорма. Любыми белками. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей, а как избавиться от психосоматики, неврозов, посттравматических расстройств, депрессий? Да. Ох, какой сложный вопрос. Надо разобраться в первую причину этих расстройств. Это, конечно, делают психологи, психоаналитики. Сейчас в Москве очень активно и много работают. И целая группа есть психоаналитической помощи. Это первое. Но это профессионалы должны делать в конкретный момент. На самом деле, даже не сколько справиться, а сколько разобраться. Мне кажется, даже такая рекомендация осознать. Осознать, разобраться и понять, что это может быть причиной. Но не будем всех посылать в сельскую местность. Ну, наверное, не сможем. Здравствуйте, как вас зовут? Мария. Да, слушаем вас. Может быть, я что-то пропустила, извините. Да, делайте, пожалуйста, потише радиоприёмник. Да, я уйду. Связь стресса и экземы. Возвела семья, все благополучно. Дети, двое детей. И вдруг развились родители. И буквально через какое-то время у детей экземы. Да, такая связь есть. Какая связь есть. И она и как. Да, спасибо вам. Абсолютно точно. Есть такая связь. И даже есть, опять же, вот мы начали говорить, выпрыгивать из кожи. Вот есть такая фраза, там, горение кожи, горевание кожи. Да, горевание, горение. То есть вот кожа может показать твою эмоциональную реакцию. Если уже об этом задумываются, то экзему можно вылечить не только с помощью наружных средств, но и отправить детей к психологу и маму. В первую очередь маму, мы не знаем возраста детей, да, какие это дети, 10-14 лет или 2-3 года. Если они маленькие, то маму. Если они большие, то их. Потому что, конечно, если мамы не согласны с этим разводом и вообще с этой историей, то дети будут болеть. Что касается еще одной технологии, о которой, по крайней мере, писали в интернете, я это подчеркну, потому что интернет ненадежный источник, особенно, что касается медицины. Но, тем не менее, обсуждался вопрос о том, что вводят паразитов в организм людей, которые страдают астмой, для того, чтобы иммунитет на них переключался. Вот это фейк абсолютный, о котором очень много писали, или это все-таки медицинский обосновок? Нет, нет, это абсолютное безумие, с моей точки зрения, это просто абсолютное безумие, потому что, если раньше был разговор о том, что вот в Индии, в Непале люди не болеют, потому что они все прямо в паразитах. Давайте мы тоже запихнем в себя паразитов в эти точки. Аскорит это? Вообще-то, можно заболеть так, серьезно. Я слышала о том, что вообще их высушивают, леофилизируют и дают в виде порошка, ужас какой. Нет, вообще, сейчас даже разговора об этом нет. Просто давайте вот нет и все. Гигиеническая теория сейчас по-другому описывается, как сопрофитная флора, хорошая флора, которая формирует барьеры и запускает врожденный иммунитет. Глисты тут ни при чем. Ну вот все-таки я упомянул интернет и самолечение. Следующий вопрос, который возникает, потому что вам наверняка приходится как врачу сталкиваться с людьми, которые приходят уже после попыток вылечить себя самими. Насколько это распространенная проблема и действительно ли сегодня вот такое безумие происходит? Нет, вот в моей области нет. Наоборот, у меня приходят пациенты, которые уже посетили 10 врачей. И все 10 говорят не то, что хотелось бы услышать, либо они говорят какие-то вещи, рекомендуют какие-то мероприятия, которые не приводят к успеху категорически. Или мама ищет своего врача. С самолечением никто не занимается вообще. Есть история не самолечения, а есть история попытки ухода к натуропатам. Вот натуропатия прямо звучит, сейчас все так хватаются. И гомеопатия. Гомеопатия, вы знаете, гомеопатия намного лучше, чем натуропатия. Вот с моей точки зрения по последствиям. То есть гомеопатия, мама в какой-то момент понимает, что она не может поверить в этот вариант лечения. Потому что с гомеопатией там сложно, надо верить очень. То есть ты идешь, если к гомеопату, то ты прямо ему должен абсолютно доверять, что то, что он даст, тебя вылечит. Но это метод плацебо получается. Да, метод плацебо. Я старалась не произносить это слово, потому что очень часто не любят это слово в связи с гомеопатией. Окей, можно оставить им это, что они действительно лечат, хорошо. Но натуропатия – это какая-то секта, честно. Натуропатия – это что? Натуропатия – это жизнь в натуральных условиях, питание как бы экологически чистыми продуктами, отсутствие лечения вообще как такового. То есть природа все сделает сама. Да, правда, у меня последний случай очень нехороший, когда мама 3 месяца лечила ребенка с экземой у натуропатов, и ребенок весил 4 килограмма в 9-месячном возрасте. То есть это психоз матери плюс натуропатия, которая не сказала матери, что ты не туда двигаешься, не в том направлении, а поддержала психоз. Но это в 2,5 раза меньше нормы для этого возраста. Да, он попал в реанимацию с полиорганной недостаточностью, очень долго его вытаскивали из реанимации. Причем мама не призналась, что она была у натуропата, не кормила ребенка. Представляете, не кормила ребенка 3 месяца, потому что давала только травы. А гомеопаты? Вот все-таки сейчас о них тоже очень много говорят о том, что люди идут к гомеопатам, они идут к традиционным врачам. И это тоже приводит к серьезным последствиям, потому что гомеопатические препараты не могут вылечить практически ничего. Это интересный очень момент, потому что если мы говорим о том, что психология играет, но гомеопатия, вот в моей практике я ни разу не видела, чтобы она так навредила, как натуропатия. То есть в какой-то момент родители понимают, что нет, гомеопатия не работает, я возвращаюсь в аллопатию. А вот с натуропатией какой-то психоз, который развивается, еще серьезнее становится. Ну что ж, мы еще, надеюсь, вернемся к этой теме. Ася Кудрявцева, профессор кафедры детских болезней Сеченского университета московского, была у нас сегодня в гостях, аллерголог, иммунолог. Спасибо вам большое. Спасибо всем, спасибо большое, что были с нами. До свидания. До свидания.